Друзья, приветствую! Мы находимся с вами в городе Тяньцзинь. Это в 100 километрах от Пекина. Это маленькая фабрика. Здесь работает порядка 500 сотрудников, как работающих сотрудников офисе, так и сотрудников непосредственно производящих товар. Также здесь есть спад и производится отгрузка. Данная фабрика была открыта в 2013 году под брендом Windrunner. Позднее она была перенована Ninebot, а в данный момент потихонечку изменение бренда происходит в сторону Ninebot by Segway. И в дальнейшем, в 2018-2019 году, скорее всего, компания будет уже непосредственно называться Segway. Данная фабрика совместно с фабрикой номер 2, расположенной в Нее, производит в 2016 году порядка 600 тысяч Xiaomi Mini маленьких Segway и 200 тысяч Ninebot Mini Pro. Токлон Xiaomi Mini предназначен непосредственно для европейских международных рынков в более элитной комплектации, с усиленной батареей и немножко другого дизайна. Также на этой фабрике производится практически весь модельный ряд компаний. Это самокаты Xiaomi, это новые самокаты Ninebot ES1 и ES2. Также здесь производятся колеса Ninebot One, Ninebot S2. Давайте пройдем внутрь и посмотрим подробнее на офис данной компании. Друзья, хотелось бы очень поблагодарить компанию Ninebot, которые пригласили нас, как официального дистрибьютора в России, осмотреть их центральную офису, смотреть завод и протестировать первыми среди европейцев модель Ninebot Z колеса. Поскольку мы являемся как в России, так и в принципе и в Европе, одним из самых сильнейших YouTube каналов по моноколесам. Мы устраиваем соревнования массовые, мы, в принципе, следующие после Китая. Здесь, и я надеюсь, в России будет в скором времени так же, в каждом из городов крупнейших есть свои клубы Ninebot. У нас такого пока нет, у нас есть клубы моноколесников, есть чаты моноколесников. Призываю вас записываться туда и поддерживать нас в своей активности. Ведь развиваем моноколесное движение, мы развиваем альтернативный транспорт в России. Друзья, спасибо вам за внимание, пока. Друзья, мы в городе Тяньцзинь, и поскольку компания EcoDrift является официальным дистрибьютором Ninebot в России, то менеджер, отвечающий за наш рынок, Борис, пригласил нас сюда провести замечательную экскурсию по фабрике и также рассказать про историю компании. Поэтому я хотел бы пожать руку Борису и попросить его подробнее рассказать про историю компании. Пойдемте? Let's go! Друзья, как перевел меня с китайского, который я не понимаю, наш менеджер Борис, в 2012 году, в феврале, компания Ninebot была зарегистрирована в Пекине, в столице. Уже в 2013 июне, 20 июня, компания открыла свою первую фабрику недалеко под Пекином, как раз в этом городе, где мы находимся. Уже в ноябре 2013 года компания понимает, что объем производства достаточно большой и переезжает вот в это здание, в горе Цяньцзень, в 100 километрах от Пекина. И спустя еще небольшой промежуток времени она производит уже на новой фабрике Ninebot E. Это вот сзади меня расположен продукт, абсолютно оригинальный, разработанный с сотрудниками Ninebot продукт. Не копии Segway, как Windrunner, который в то же время производится под собственным брендом, а свой оригинальный продукт. В 2014 году, в августе, они производят первое моноколесо. Называют его Ninebot One. Все мы знаем, самый популярный в России в 2015 и 2016 году Ninebot One E+. В 2015 году, в апреле, происходит объединение с компанией Segway. На полученные от компании Xiaomi деньги, Ninebot покупает компанию Segway и они объединяются. Возникает европейский офис, китайский офис и происходит разделение на три рынка. Американский, европейский и китайский. Россия на данный момент временно принадлежит китайскому рынку, однако в перспективе войдет в европейский аренду. В 2015 году, в мае, компания Ninebot открывает вторую большую фабрику, расположенную в городе Чанчжоу. Объем производства, который двукратно превышает объем данной фабрики. Напомню, здесь два основных здания с количеством сотрудников около 500, а в Чанчжоу около 1000 сотрудников. Ежедневный объем производства здесь порядка 900 устройств, а на той фабрике от 1500 до 2000. И самая важная эпоха в развитии компании – это 2015 год, октябрь. 19 число стало легендарным для компании, поскольку производится Xiaomi мини-продукт, и его аналог для европейских рынков – это Ninebot Mini Pro. С этого самого периода компания приобретает небывалый рост производства. На данный момент ежегодно компания производит 1 миллион Xiaomi мини и 200 тысяч Ninebot Mini Pro для всех рынков. Основной рынок сбыта – это Китай, порядка 80%, а также США – это более 100 тысяч мини-про устройств. И мы были на стадии, и сегодня готовятся к обгрузке 15 тысяч новых мини-лайтов для американских сетевых магазинов. Друзья, привет! Мы снова переместились в столицу Пекина, где в технопарке находится самое сердце компании Ninebot Азии, в том числе отвечающие за продажи на территории России. И как вы видите, несмотря на то, что время у нас сейчас порядка 8 часов 50 минут вечера, но офис наполовину заполнил, и сотрудники отвечают на запросы из более западной части нашего континента. Так, например, россияне начинают писать в Китае с 2 часов дня и до 12 часов ночи, поскольку джетлаг составляет порядка 5 часов. То есть пока в России утро, в Китае уже обеденный перерыв и начинается маркаться. Здесь, в офисе, вы можете видеть весь модельный ряд компаний. Это как оригинальные Segway, так и первые модели Windrunner, сделанные под брендом, так и первые модели Windrunner в предшествии Segway в будущих. И оригинальный продукт компании Ninebot – это Ninebot E+, и два колеса S2 и One E+. Также самый кормящий продукт компании Ninebot – это Xiaomi Mini и Ninebot Mini Pro. Мы также с нетерпением ждем появления на российском рынке модели Ninebot Z, радиус колес, который составляет 18 дингов. Как вы видите, здание здесь составляет 2 этажа. Здесь работает порядка 50 сотрудников, все они жуткие пердоголики. В Китае принято застижиться на работе допоздна. Поэтому нам с вами многому придется поучиться китайцам. Давайте посмотрим офис поближе. И мы специально прилетели в Пекин, чтобы рассказать вам о новинке. Это Ninebot колесо серии Z. Сейчас на дворе достаточно холодно, середина октября, но не помешало это нам приехать в Пекин и протестирую для вас новинку – Ninebot Z. Данная модель идет в трех версиях. Первая версия – это Ninebot Z6. Ориентировочная скорость ее будет составлять 35 метров в час, емкость аккумулятора 576 ватт в час и мотор 1200 ватт. Запас хода такой модели будет составлять от 40 до 55 километров, а подъем в гору будет осуществляться до 20 градусов. Ориентировочная розничная цена на китайском рынке данной модели Z6 будет составлять порядка 45 тысяч рублей. Следующая модель – это Z8. Максимальная скорость, которая будет увеличена с 35 до 40 км в час, емкость батареи будет составлять 862 ватт в час, а мотор будет 1500 ватт в мощности. Максимальный запас хода будет составлять от 60 до 80 метров в час, и подъем в гору уже будет осуществляться порядка 25 градусов. Розничная цена на китайском рынке будет составлять порядка 72 тысяч рублей. И самая мощная топовая версия колеса Ninebot Z будет называться Z10. Разгоняться до 45 км в час. Батарея будет составлять 1000 ватт в час. Мощность двигателя – 1800 ватт. Запас хода 80-100 км. Максимальный угол подъема в гору – 25 градусов. Стоимость данной модели розничная на китайском рынке будет составлять порядка 90 тысяч рублей. Нужно сказать, что внутренние батареи данного колеса используются батареей компании LG. Давайте немножко поговорим о колесе, ребята. Это колесо нестандартное, оно достаточно широкое. Вы можете увидеть нереальную ширину этого колеса на данном экземпляре. Это у нас тестовый экземпляр, поэтому здесь используется временная обивка и педали от Ninebot One E+. Всем вам знакомого, в 2014-2015 году лидера продаж компании Ninebot One E. Вес данной модели составляет порядка 21 килограмма. Здесь использовано временное решение. Здесь демонтирована ручка, которую вы уже успели видеть в интернете, поскольку она не прошла тестовое испытание. Предрелизная модель выйдет в декабре. Официальный релиз планируется в начале января. То есть в России данная модель поступит как раз в начало сезона, в феврале, в марте 2018 года. Сцена известная. Сейчас модель проходит испытания в Китае. Всего создано два образца. Подо мной один из них. Да, модель у нас пока прессерийная, не в идеальном качестве. Вес, я как уже сказал, 21 килограмм. Педали широкие, при этом они расположены достаточно высоко, что позволяет делать достаточно крутые маневры. При поведении в поворотах модель мне напомнила по глубине заруливания Inmotion V8. Однако необычная ширина колеса поначалу с непривычки не позволяет мне делать крутые маневры. Я немножко опасаюсь это делать. Хотя ширина колеса позволяет себя чувствовать достаточно стабильно на нем. Модель достаточно интенсивно разгоняется и тормозит. Но при резком клевке слышится небольшой звук. Педали удобные и широкие. Я бы даже сказал, шире, чем нужно. Я бы их, возможно, слегка укоротил. Дизайн мне нравится, стильная фара. Сверху расположен индикатор заряда и стоп-фара сзади. Попробуем чуть-чуть проехать на ней модели и поделюсь своими впечатлениями. Ребята, что я могу сказать? В целом, необычное колесо, широкое, непривычно мне в поворотах себя ощущать. Мотор мощный, это чувствуется. Но при резком раскачивании слышится небольшое постукивание. Что это, не могу сказать точно, будем, увидим уже на финальной версии. Ручку они обещали переделать. Ту, что вы видели в интернете, забудьте про нее. Модель тяжелая. Без ручки, конечно, это будет отстой. Но ручка не сделает. Стопы, все это портатив. Рыжие фиговины уйдут. Педали, не знаю, стоят такие или нет, посмотрим. Индикатор заряда достаточно простенький. Порт зарядки тоже пока порван здесь. Кнопочка так. Ну, визуально все просто. Но я думаю, что ребята из Ninebot постараются и оправдают. Достаточно высокий цен на данный продукт. Всем спасибо за обзор. Друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok